всем привет меня зовут алена и сегодня хочу показать как я декорировала венок он у меня будет розовый чтобы сочетался на данный момент с прошлыми моими работами и конечно же использовать основу я буду уже готовую но такой основу можно сделать и самостоятельно если вы найдете подходящие ветки но подходящие ветки и вам скажу это наверное обычные березовые веньки так что есть вам интересно что получилось у меня в итоге как вообще выглядела основа оставать со мной как я уже сказала у меня основа из магазина но мне не совсем нравится она по форме потому что смотрите какая она растрепанная и для того чтобы придать все-таки более свежий внешний вид этому венку я сверху покрываю лаком из баллона не толстым слоем так работа выглядит более насыщенная точнее не работа а сами ветки гималайского кедра шишки я крашу розовой краской из баллона потому что моя работа будет розовая и мне хочется немножко их оттенить заливаю краской я их не полностью и оставляю просохнуть тем временем я делаю бантик для своей работы а точнее полу бантик а а и и и и также декорировать я буду новогодними шариками которые я обтянула бархатом и еще пенопластовые маленькие шарики я обклеила плюшевой пряжей точно так же как я делала недавно своих елочных игрушках берем просто пенопластовый шарик можете брать обычный пластиковый и обклеиваем но теперь начинаю все собирать приклеиваю сбоку бантик если вы любите большие банты делайте намного больше у меня будут ленты только с одной стороны и начинаю хорошо приклеивать кстати если я все-таки найду березовый веник может быть из каких-то похожих веток вообще веники то я обязательно вам покажу как собрать такую основу самостоятельно потому что принципе и я поняла но как вы видите сделать заново переделать его не могу распределяю приблизительно на равном расстоянии все природные материалы друг от друга именно одинаковы также я буду приклеивать листья они у меня остались от искусственных цветов и мне показалось что они сюда отлично подходят по цвету потому что в дальнейшем свою работу я буду добавлять цветы клеевые бархатные шары шишки гималайского кедра они вот тут и похоже мне на розы тем более так как мы их подкрасили и еще у меня есть маленькие елочные шарики обтянутые тканью именно черная клетка сочетание розового с такой клеткой мне очень нравится и как раз у меня эти шары лежали без дела поэтому я подумала сюда они отлично подходят если вы хотите подобное берете также маленькие елочные шарики или какие-нибудь пластиковые шарики вообще что-нибудь круглые и заворачиваете просто в ткань все равно с нижней стороны мы их приклеиваем и видно не будет снизу я добавляю цветы которые на мой взгляд подходит хорошо для этой композиции еще из природных материалов я добавил эвкалипт он у меня большой поэтому мне понадобилось всего лишь пару штук но по краю я закрываю еще мхом мне немножко не хватало объема и растрепанности своей работе то что я и люблю в принципе в работах из деревянных бусин я решила сделать подвески что-то похожее на сосульки потому что снизу бусины мне маленькие кверху побольше и делая их разного размера собирая просто на хлопку вязальную нить располагая их на разном уровне когда я повесила венок на стену я посмотрела и решила что так как мои деревянные гирлянды смотрятся очень здорово я еще добавлю небольшое количество самих бусин на работу все приклеила доклеиваю смотрю хочется ли мне что-то еще добавить и на этом все что-то еще добавить и на то что я добавил и вот и вот и вот и вот и вот и но на этом все у меня получилась вот такая работа она получилась что-то между новогодний летний мне кажется можно вообще на любое время года тут смотреть только вам с чего больше вы добавите не захотелось добавить цветов люблю цветы в работах я думаю это видно по моему каналам но если вам понравилась такая идея ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами же в следующем видео пока пока а